Дочь известного учёного уйгура Ильхама Тохти решительно осудила тюремное заключение своего отца в Китае. 19-летняя Джухер Ильхам 8 апреля выступила перед комиссией Конгресса США по Китаю. Девушка в настоящее время учится в американском университете. Она говорит, что её отца посадили в тюрьму в Китае без оснований, только за то, что он защищает права уйгурских мусульман в удалённом северо-западном регионе Синьдзян в КНР. Ильхам Тохти, известный в Китае профессор экономики, был арестован в январе. Позже власти Китая предъявили ему обвинение в сепаратизме. «Моего отца удерживали в заключении, избивали и запретили выезжать из Китая. И всё из-за того, что он писал о нарушениях гражданских и религиозных прав. Мой отец Ильхам Тохти, известный экономист и писатель, работает в Центральном университете национальности в Пекине, а также адвокат-правозащитник уйгуров. Я не эксперт в политике Синьдзяна или Китая, но я свидетельница влияния репрессивной политики Китая на мою собственную семью». Джухер говорит, что её отец никогда не призывал к насилию, но прямо заявлял о том, что уйгуры должны иметь такие же права, как остальные китайцы-граждане КНР. Мусульмане-уйгуры не перестают обвинять коммунистическую партию Китая в том, что та осуществляет в их регионе репрессивную политику, пытаясь подавить их культуру и веру, а также намеренно разжигает межнациональную рознь, переселяя в уйгурский регион китайцев-ханьцев. Столкновения на этой почве в Синьдзян-уйгурском автономном районе КНР вспыхивают периодически. За один только прошлый год в них погибло более ста человек. При этом власти Китая за минувший год обвинили уйгуров в нескольких кровавых инцидентах на ханьской территории. Правозащитники говорят, что профессор Тох Ти подверг сомнениям эти версии властей, указав на несостыковки в официальных отчётах. Китайский учёный и адвокат-правозащитник Тэн Бяо также выступил перед американскими сенаторами по скайпу, находясь в Гонконге. «Международное давление на нарушителей прав человека далеко от адекватного. Власти Китая не только манипулируют международной системой прав человека, но также и пользуются своим давлением, шантажируя демократические страны. Сколько ещё мы можем жертвовать свободой ради экономических выгод? Когда люди пытаются это подсчитать, они уже на ложном пути. Подавление свободы становится всё более мощным из-за того, что политики демократических стран прячут голову в песок, а общественность молчит. Для беды не существует национальных границ. Боюсь, что к тому времени, когда свободный мир поймёт, что свободу нужно защищать, может быть уже слишком поздно». В последнее время в Китае набирает силу антикоррупционное гражданское движение. По словам правозащитников, его активисты, среди которых в основном умеренные представители интеллигенции, также подвергаются гонениям. «Думаю, нынешнее подавление со стороны правительства более стратегически продуманное, активное и агрессивное. Это не просто реакция на внешние события, такие как получение Лю Сяо Бо Нобелевской премии в 2010 году. Думаю, мы наблюдаем то, что власти нацеливаются на людей, которые участвуют в таких инициативах, как новое гражданское движение, или преследуют профессора и его студентов, как в случае с профессором Тахти и некоторыми его учениками». В ходе этих слушаний американские законодатели согласились, что на Китай нужно оказывать больше давления в вопросах прав человека. При этом они признали и то, что мировая экономическая зависимость от Китая, которая не миновала и США, действительно серьёзно ограничивает правовые рычаги.